Приветствую всех зрителей канала Вот такой автомобиль к нам в работу попал Это Honda MNV Автомобиль привезенный из Китая Можно сказать абсолютно новый автомобиль Потому что еще На дисках стоят такие Защитная пленка Здесь правда уже оторвали ее И с этой стороны еще стоят такие красивые Полиэтиленовые обтекатели Автомобиль абсолютно новый И к нам его привезли Потому что он не запускается Сейчас будем разбираться Почему она не запускается Кстати говоря Походу еще сел 12 вольтовый аккумулятор Поэтому сейчас Сначала его прикурю И будем проверять При этом К нам в Украину попадает Как использованный автомобиль Бывший в эксплуатации В общем схемы никто не отменял И автомобиль судя по всему у нас 22 года Надеялся что клемма снята Но нет Клеммы стоят И при этом аккумулятор не подает никаких признаков жизни Все абсолютно новенькое под капотом Чистое Даже пылью не прибило В общем сейчас прикурю И будем смотреть Почему автомобиль у нас запускаться не хочет Какие ошибки светятся Вот такой у нас Аккумулятор для этих целей Есть фирменный Это аккумулятор в собранном элементах Литий-железо-фосфатных И мы используем его для Бустерного Вернее в качестве бустерного Для прикуривания автомобилей Так автомобиль у нас начал подавать признаки Жизни Интересно сколько у него пробег Пробег у него 18 километров То есть абсолютно новый автомобиль Кстати насчет прикуривания Владелец автомобиля говорит что Автомобиль вроде как в порту Прикурили 24 вольтами И после этого автомобиль Перестал ехать и заряжаться Во всем случае слов Владельца При этом заряженный аккумулятор у нас на 318 километров При этом это примерно 2 трети емкости То есть в принципе Можно сказать что автомобиль будет проезжать Ориентировочно 400 с лишним километров В общем сейчас будем диагностировать Так вот у нас есть Баттери контроль модуль Интернал фейла У нас внутренняя неисправность Батареи Возможно у нас что-то сгорело Короче говоря Необходимо снимать батарею И добираться до БМС Баттери контроль модуль Интернал фейла Автомобиль у нас не запускается Так а что у нас кстати по Батареи Так готовности к движению у нас нет Рэйди не горит Так датчик кондиционера Мобилайзер работает По напряжению у нас Видит 3855 3840 И сейчас у нас будет все Так кстати сколько у нас здесь элементов 72 элемента Так интересно почему у нас Что за ерунда Почему то у нас есть элемент с напряжением 5.1 вольта А есть элемент с напряжением 384 Не исключено что у нас просто сгорел Какой то процессор Который отвечает за Вторую часть батарейки High Voltage Battery Pack Temperature Sensor 20-21 При том что есть где нормальная температура 16 градусов 16-16 16,5-16 А есть где 87,5 То есть явно налицо Сгоревший Сгоревший какой-то проц Что он просто с ума сходит 87,5 Видимо везде пишет максимальную температуру Так теперь сейчас нужно отметить Где Кстати State of Health батареи 98,7% Минус 1,3% При пробеге 18 километров И машине год И машине год Так, 73, 74, 75 Так, сейчас я Отмечу На каких элементах у нас Да, у нас 96 элементов Видимо тут стоит либо два процессора Либо две БМС Для наглядности Распечатал отчет После диагностики И здесь видно Что у нас С первой ячейки По 36 ячейку Напряжение 382 вольта А с 37 ячейки Уже пошел 5,1 вольт Здесь попадают 384 Но это пятая ячейка Из-за того что они Расположены по первому значению То есть 3, 4, 5 И дальше пошло 51 То есть здесь у нас Температура До 36 ячейки Включительно 382 вольта А с 37 ячейки Пошел 5,1 вольт По температуре Здесь немножко Ситуация другая И здесь Вот видна Температура 39 87,5 С 19 по сути Пошла температура 87,5 градусов В общем Вот такая вот Ситуация произошла Поэтому нужно будет Согласовывать Снятие батарейки Разборка батареи И проверка Состояния БМС Так Было согласовано Снятие батареи И Будем разбираться с ней В общем Загнали автомобиль Сейчас снимем батарею Вскроем ее И будем смотреть Что же у нас там произошло И что у нас в результате Выгорело Подняли автомобиль Конечно Очень приятно Заниматься Новым автомобилем Который еще даже Не поездил Здесь все Чистенькое Красивенькое Еще не было Посторонних рук Поэтому можно сказать Что мы здесь Первые И заодно Можно будет посмотреть Как все Сделано Это автомобиль Не биток Абсолютно новый У него пробег 18 километров Кстати видно Что батарея Собрана на элементах Катл По крайней мере Он по бирке Корпус батареи Алюминиевый И покрытый Такой мастикой Вверх у нас Пластиковый Как на многих Китайских автомобилях И надеюсь Что он не на герметике А на прокладке Здесь только Брызги воды В общем Буду сейчас Снимать батарейку И смотреть Так Что у нас здесь У нас здесь Жидкостное охлаждение Вот так вот Выглядит батарейка Изнутри Вот такие Штампованные Слюдяные Или как она правильно Называется Изоляторы Которые и не горят И ток не пропускают И вот такие Вот элементы Жидкостное охлаждение Правда Есть место крепления Для гайки Но его нету Но возможно Из-за того Что есть Высокая жесткость Они не прикручиваются Используются Как направляющие Но сделано Очень даже Красиво Одна БМС Стоит Это Джаншин бокс Здесь возможно Стоят Контакторы Надо будет Посмотреть Вернее 100% Контакторы И сколько Их здесь стоит Батарейка Сделана Очень даже Красиво Ну в принципе Здесь следовал Ожидать Что достаточно Качественно Все сделано Два Контактора Реле Причардж Резистор И Датчик тока Это не Тот Китайский Автомобиль Который Я Разбирал Где Один Контактор Стоит И все Здесь все Сделано С умом Но все Таки Это Хонда Поэтому Этого И следовало Ожидать В общем Буду Снимать Теперь БМС И Будем Прозванивать Смотреть Почему У нас Не работает Половина Батарея Тоже Корпус БМС Сделан Из Алюминиевого Листа И варим Не штамповка А именно Гнули И варили Аргоном И Крепление Приварено Здесь Немножко Хочу рассказать Про батарею Вернее То что Увидел Батарея Здесь У нас Элементы Катал Потому что У нас И на БМС Написано Катал И на Корпусе Батарея На Клапанах Написано Катал И Стоят Здесь Призматики 1 2 3 4 Призматик Здесь На Самих Элементах Вернее На Самих Модулях БМБ Нету Просто Идут Выводы И дальше Они Соединяются И Провода Все Идут На БМС И Сейчас Хочу Промерить Сколько Напряжения У нас Это У нас Уже 18 Модуль Если Верить Этим Надписям И На Нем У нас Должно Быть По 5 1 Вольт По Крайней Мере То Что Нам Показывает Диагностика Но По Факту У нас 3 85 Вольт И Общее Напряжение У нас 15 38 В общем Все У нас Правильно Но Неправильно Меряет БМС Будем Проверять БМС И Ремонтировать Если Получится Если Нет Тогда Нужно Будет Заказывать Другую Емкость Батареи 61 3 Киловат При Том Что Батарейка Чуть Чуть Больше Чем Лифовская Вот У нас Стоит Лифовская Но Это Лифовская Она Перепакованная На 40 Киловат А Это На 61 3 Киловат И К тому Же Она С Термоконтролем Кстати Год Выпуска Батареи Судя По Наклейкам Внутри Внутри Самой Батареи 19 Января 22 Года Чуть Больше Чем За Месяц До Полномасштабное Нападение России На Украину Тогда Мы Еще Даже Не Догадывались Что Все Таки Они Нападут На К сожалению Мы Ошиблись В общем Вот такая Батарейка Будем Заниматься Ремонтом БМС И Посмотрим Что У нас С этого Выйдет В общем Проверили БМС По Железу С ней Все В порядке Ничего Не Выгорело Ничего Не Вышло Из строя В общем Есть Вероятность Что Здесь Программная Проблема Значит Сейчас Буду Ставить Все Это На Место Поставлю БМС Поставлю Крышку Подкину На Автомобиль И Посмотрим Что Мы Можем Сделать Через Имеющиеся У нас Инструменты Попробуем Перепрошить Если Такая Возможность У нас Есть В общем Будем Смотреть Так К сожалению Тем Инструментом Который У нас Есть Такого Функционала Чтобы обновить Прошивку Или Еще Что То У нас Не Получилось Но Есть Один Нюанс Когда Только Подкинул Батарею И Первый Запуск Включилась Дикация Рейди Второй Раз Уже Не Включается И Опять Ошибки Есть Сейчас Попробую То же Самое Сделать После Прочтения Ошибок Выключу Зажигание Сниму Клемму 12 вольтовую Попробую На Снятой Клемме Еще Раз После Снятия Клеммы Запустится Она Или Нет И То же Самое Попробую Сделать Отсоединив БМС Потому что Сама БМС Питается От Элементов В самой Батарее И Попробую Снять Крышку Откинуть Разъемы И После Этого Подсоединить Все И опять Вернуть На место Чтобы Включилась Рейди И Попробую На Запущенном Рейди На Включенном Рейди Еще Растереть Ошибки Возможно Таким Образом Получится Переинициализировать БМС Если Проблема В Инициализации Если Же Нет Тогда Скорее Всего Придется Заказывать Другую БМС Владелец Автомобиля Заказал Новый БМС С Китая В обмен На Снятую В связи С тем Что Это Новый Автомобиль То Так Просто Ее Не Найти Пришла Новая БМС Мы Установили И К моему Разочарованию Автомобиль Даже Не Поехал Ошибки Правда Изменились И Стали Другими Но По Фактическим Параметрам Теперь По Всем Элементам Напряжение 5,1 Вольт А Температура 87,5 Градусов Были Долгие Переговоры С Китайскими Продавцами Они Скидывали Скрины С Мануалов С Планами Диагностики Объясняли Что Проблема Не В Новый БМС А Где То В Батарея Общается Но Почему То Она Батарею Не Видит В Конце Концов Оказалось Что Новая Плата Просто Не Прошита Но Есть Маленький Нюанс Чтобы Прошить Ее Нужно Снова Отправить Китай Не Прошло И Полгода Вернее Прошло Больше Полгода С июля Месяца Насколько Я Помню У Нас Эта Машина Висит И Наконец Пришла БМС И Сейчас Буду Подкидывать Китайцы Уже Скинули Что Подкидывали Ее На Другой Автомобиль И Автомобиль Поехал Теперь Сейчас Буду Устанавливать В Машину И Посмотрим Как Она У нас Будет Правда Немножко Уже Подмяли Ушко Ну Ладно Не критично В общем Сейчас Подкину Ее В батарею И Посмотрим Поедет У нас Машина Или Нет И Наконец Батарею Он Подкинул На Автомобиль И Автомобиль Поехал Теперь Снял Его Сейчас Обратно Ставлю Крышку Я Подкидывал Без Крышки Пришлось Лазить По Стремянке И Теперь Поставлю Сюда Крышку И Закручу Ее И Можно Будет Ее Уже Полноценно Прикручивать На Автомобиль Заливать Антифриз И Сделаю Тестовый Выезд И Сделаю Обязательно Диагностику Посмотрим Что у нас Было И Что у нас Стало Вот Такая Ситуация Эпопея Длиной В Почти 9 Месяц Эта Ситуация Еще раз Показывает Что Покупка Автомобиля Самостоятельно Это Будет Большой Риск Так Сейчас Всю Ответственность И Все Проблемы Взяли На Поэтому В этом Смысле Лучше Конечно Немножко Переплатить И Уже Спокойной Душой Эксплуатировать Автомобиль Ну Либо Если Человек Рисковый Никому Не запрещено Ходить В казино И Можно Рискнуть Таким Образом Сэкономив Чуть Денег Но При Этом Проверив Свой Фарт Вот Такая Ситуация В общем Заканчиваю С этим Автомобилем И Наконец Выпускаю И Освободиться У нас Место Наконец А то Эта машина Немножко Уже Нас Напрягала Автомобиль Собран Заряжается Сейчас Еще раз Сделаю Диагностику Компьютерную В принципе Можно Выехать Хотя По двору Проехаться Потестировать Потому что Автомобиль Новый И Без Без Регистрации Поэтому Выезжать На трассу В город Не буду У нас Заряжена Батрейка На 65% Продолжение следует